Друзья, всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Яна, у нас с вами Мукбанг, всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита, давайте это делать вместе, мне холодно, я сижу, видите, свитер одела, у меня сегодня все очень просто, я отъедаю сосиски, сделала, у меня картошечка была отварная, я делала пюре и несколько картошек оттуда выловила себе, оставались вот эти вот сосиски, спекальщики и огурчик, обжарила много лука, потом сосиски и потом картошечку, добавила перец, черный и чеснок, ну, типа картофель по-деревенски, только с сосисками, ну, конечно же, репка, куда без этого лучка, кто меня смотрит, тот знает, что я очень люблю лук, салат не стала делать, чуть не знаю, не хочу, те помидоры, которые продают сейчас, ну, невкусные, горячо можно было с капустой сделать, вкуснительно, дома холодно, вот не поверите, у нас на улице, сегодня 13 число, было же мера завтра, чуть-чуть я опять с графика сдвинулась, 13 числа вы смотрите Мукбанк, там у меня спагетти с сосисками, в общем, на улице Дебак мы даже туда нос не высовывали, мне еще зеленушечки хотелось бы, но я даже туда выходить не хочу, вкусно, целый день идет дождь, не вот просто дождь, а вот эта вот морость, знаете, вот все серое, все затянутое, давно такой погоды не было, я имею в виду, что прям с утра и на весь день зарядил, такой вот мелкий, ладно, дождь был, там еще и холодно, ну, еще было 9 градусов, утром я встала 10 градусов всего и дома, вот прям чувствуется очень некомфортно, я пододелась, давно я такого лета, вот честно говоря, не помню, холодного, пол месяца летнего прошло, у нас тепла так и не было, ну, вроде бы, я уже боюсь даже говорить, завтра обещают, 21, а дальше там еще теплее, ну, вот не знаю, не знаю, вкусно, ну, очень жирно, ну, вы заметьте, я никакие соусы не взяла, ни кетчуп, ни майонез, у меня, кстати, майонез закончился вообще, и я вот думаю, может, мне больше не покупать его, хотя, наверное, не смогу, я вообще планирую селедку под шубой сделать, давно не ела, соскучилась по селедочке, вчера открылись новые рестораны, Макдональдс, прошел у них хербрейдинг или как это там называется, теперь Макдональдс называется вкусные точки, у нас, кстати, в Челябинске только закрылись, они вот на днях буквально, по-моему, 10-го числа, до этого они у нас работали, функционировали у нас три или четыре точки, по-моему, в Челябинске, Макдональдсов была, вот, которые работали, закрылись, тоже на хербрейдинг, на, видимо, на новое название будут, мне сказали, через три, что ли, месяца откроются, прочитала я новости, уже прочитала отзывы людей, кто уже был там, ну, это в Москве, я так поняла, только открылись, ну, вот честно, мое мнение, название вообще ни о чем, вкусные точки, ну, пишите свое мнение, вот вообще, вот ваше мнение, по этому поводу, может быть, я что-то не понимаю, ну, это вообще, вкусно и точка, никакой изюминки, я не знаю, ничего, может быть, конечно, чем проще, тем лучше, но, как по мне, вообще не подходит это название, к заведению, которое себя позиционирует, как Макдональдс, ну, ладно, пусть не так, а позиционирует себя, как, заведение с фастфудом, по типу Макдональдса, но вкусно и точка, это вообще ни о чем, ну, это лично, еще раз повторяюсь, мое мнение, может быть, я, конечно, в чем-то и не права, знаете, ну, мне кажется, надо было как-то по-другому что-то придумать, более какое-нибудь такое, что-то интересное, посмотрела, ну, несколько отзывов есть уже, вчера же это только было, ну, люди пишут, ну, гамбургер не сгар, я вот вообще не любитель вот этого фастфуда, нет, я люблю картошку фри, а вот эти гамбургеры, чизбургеры, раньше мне нравились, а сейчас не очень, ну, я могу раз в год там поесть, или по необходимости, знаете, как вот бывает, надо что-то перекусить, ну, нет, не как все там, некоторые просто, не как все, некоторые люди просто очень любят фастфуд, аж прям их трясет от этого, ну, я вообще очень ровно к этому отношусь, особенно вот этим вот гамбургерам, я не говорила, забыла, а, ну, и вот люди там пишут, что вроде и гамбургеры, чизбургеры, все похоже, ну, такие упаковки простые, вы знаете, картошка фри лежит в какое-то просто белое, ничего нет, может, они потом апгрейдят это как-то, конечно, не знаю, обыграют, но это должно было, наверное, сразу произойти просто, если раньше стаканчики, у них там была Кока-Кола, Пепси-Кола, там еще что-то, сейчас это просто тоже белые стаканы, ну, понятно, что это сейчас уже нигде почти не продают, я тоже где-то читала, что и вот в этом вкусная точка, по-моему, недели, через две уже и не будут ни Колу, ни Пепси, ничего продавать, будут вместо этого черноголовку продавать, если вы, кто не в курсе еще, да, у нас, типа, напитки из черноголовки, у них есть сейчас Кока-Кола, и у нас вот уже даже в Челябинске, мне родственник рассказывал, они ходили в Бургер Кинг, у нас уже вместо Колы там черноголовка, не, может быть, это и правильно, конечно, ну, не знаю, кто пробовал черноголовку Колу, пишите, я к этим напиткам ровно отношусь, поэтому мне вообще это не принести, я не знаю, там вот фотки, ну, люди фотографировали, я специально на Аэрокоменде посмотрела, вот и снова вот это вкусные точки, там картошка фри, ну, я, мне было интересно упаковку посмотреть, как это сделано, и картошка фри торчит, ну, видно, что она какая-то вообще, мне кажется, не такая, какая-то, знаете, бледная, как-то, такое, что, что она какая-то мягкая, знаете, фри же, она такая, типа, должна быть тверденькая, вкусненькая, вот из всех фастфудовских картошек фри, мне всегда больше всего в маке нравилось, не знаю, почему, какая-то она у них вкусная была, ну, в целом люди пишут, вкусно, хорошо, недорого, почти то же самое, поэтому проживу, но без Макдональдса, как говорится, ну, мне кажется, название немножко неправильное, как вы думаете, пишите, я уже это спросила, да, у меня так объелось, очень жирно, потому что это сосиски, они, я масло же налила немножко, лук начала обжаривать растительно, а это же не сосиски, это как шпикачки, и они немножко жирнее, чем просто сосиски, поэтому прямо жирно, я не очень такое люблю, доедать не буду, не хочу, такой быстрый у меня мукбан, на этом буду заканчивать свое видео, ждать лето, а надеюсь, что завтра придет, постараюсь вам снять видосик, рассказать, если уж не мукбан, то так что-нибудь вам, какой-нибудь ролик на Дзен обязательно выложу, расскажу, какая погода, все на этом все, всем приятного аппетита, приятного просмотра, хорошей рабочей недели, кто работает, потому что впереди 4 рабочих дня, правильно я понимаю, ну вы-то, наверное, это видео уже увидите завтра, во вторник, то есть, ну во вторник, короче, я всегда так говорю, вам, наверное, непонятно, когда вы смотрите, короче, всем спасибо, все свободы, всем спасибо большое, кто пишет, кто комментирует, мне очень приятно, я всегда это говорю, всем приятного аппетита, всем пока-пока. Продолжение следует...